Здравствуйте! Вы смотрите Утро на ОТВ. В студии Полина Вахова и Елена Краева. Сегодня в программе вы увидите. Вручение паспортов «Шаг во взрослую жизнь» сделали 22 школьника нашего округа. Инспекция депутата. В Немчиновском лицее появится новый корпус. На финишной прямой Дмитрий Голубков проверил строительство двух социальных объектов на территории округа. Буран отправляется в полет. Игровой комплекс в виде космического корабля построили в селе Немчиновка. 22 августа 1865 года Уильям Шепперд получил патент на жидкое мыло. Его изобрели еще раньше, но оно было очень густое и не пользовалось спросом. Шепперд придумал изготавливать мыло из листьев пальмы и порошка из оленей ворога. Продукт стал очень популярным. И в итоге за шесть месяцев англичанин заработал около 25 миллионов долларов. Долгое время жидкое мыло использовали только как средство для мытья посуды и стирки белья. В России его начали делать во времена Петра Первого, но вплоть до середины XIX века им пользовались только знатные особы. Чем еще запомнился этот день в истории, смотрим в следующей рубрике. 22 августа 1920 года на Соборной площади Зальцбурга пьесой австрийского драматурга Гуга фон Гофмансталя открылся фестиваль театрального искусства. Первоначально он задумывался как смотр театральных достижений, однако с годами главное место здесь заняла музыка. На первых порах в репертуаре были сочинения преимущественно австро-немецких композиторов – Моцарта, Глюка, Штрауса, а в 1928 году впервые выступили русские музыканты. Сегодня фестиваль является ежегодным одним из наиболее известных в мире. В программу входят концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли. 22 августа 1485 года в Англии закончилась 30-летняя война Алой и Белой Розы. Своё название она получила из-за эмблем на гербах претендентов на престол Йорков и Ланкастеров. Исход битвы предопределили усилия тайных агентов-ланкастеров, сумевших договориться с одним из главных военачальников, сэром Уильямом Стэнли. 3000 всадников отряда Стэнли в разгар сражения неожиданно перешли на сторону Тюдора. Ричард III в сражении погиб, а Генрих Тюдор, коронованный под именем Генриха VII, стал основателем новой династии, которая правила Англией более 100 лет. 22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. Впервые бело-синий-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл». В 1991 году его официально подняли над Белым домом в Москве, заменив в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. К этой важной дате приурочено множество мероприятий – торжественные шествия, праздничные концерты, молодёжные флэш-мобы. Их главная цель – рассказать россиянам историю праздника, важность и значение государственных символов России. Также сегодня отмечают День памяти святого апостола Матфея, а в Китае праздник влюблённых. 22 августа 1922 года в Туле родилась советская и российская актриса Ирина Скопцева. В годы учёбы она играла в театре. С лёгкостью поступила в школу-студию МХАТ. В кино Скопцева дебютировала в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Фильм удостоили премии Каннского кинофестиваля. Знаковой работой для актрисы стала киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир». Всего в кино Скопцева сыграло более 60 ролей. Параллельно со съёмками и работой на сцене Ирина Константиновна преподавала актёрское мастерство «Лавгик». Также в этот день родился американский писатель Рэй Брэдбери и актриса Равшана Куркова. Шаг во взрослую жизнь сделали ещё 22 школьника нашего округа. В торжественной обстановке они получили паспорта гражданина Российской Федерации из рук главы округа Андрея Иванова. Как проходила церемония в нашем сюжете. Тимофей Дудченко получает свой первый документ в такой торжественной обстановке неспроста. Он стал призёром московского этапа Олимпиады школьников по технологии. На церемонию пришёл с братом. Оба очень волновались. Я стал официально гражданином Российской Федерации и я очень этому счастлив. Я чувствую очень большую гордость за брата. То, что он вот стал гражданином Российской Федерации. Это несёт очень большую ответственность, но позволяет достичь очень больших высот. Всего в актовом зале администрации глава округа Андрей Иванов вручил паспорта 22 школьникам. Напомнил ребятам, что кроме прав у них теперь появились и обязанности. Быть гражданином России – это очень почётно, но в то же время это и большая ответственность. Ваша ответственность перед вашими родителями, родственниками, друзьями, перед обществом и перед страной в целом. Вместе с ребятами на вручении присутствовали и родители. О значимости выданного документа они знают не понаслышке. Это такой ответственный день. Первый взрослый документ уже. Больше ответственности, больше обязанностей. Мы взросли. А для лучшего знания истории своей великой страны глава вручил школьникам книгу об истории российского государства. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретился с коллективом Немчиновского лицея. Сейчас там готовят территорию для строительства нового корпуса. Пристройку и основное здание объединит переход. Создание комфортных условий и новые возможности для образования. Эти и другие вопросы обсудил депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков на встрече с коллективом Немчиновского лицея. Совсем скоро здесь построят новый четырехэтажный учебный корпус на 950 мест. В нем оборудуют кабинеты, спортивные и актовые залы, медицинский блок и столовую. На улице для ребят создадут новое пространство для занятий спортом. Все строительные работы пройдут в рамках госпрограммы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Возвести новый корпус планируют к 2024 году. Свыше 15 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили 8-й литературно-музыкальный фестиваль «Традиции» в усадьбе Захарова Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Пушкина. Под открытым небом организовали музыкальные, поэтические, литературные, философские и исторические мероприятия. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. За последние 10 лет уровень безработицы в регионе сократился до минимального значения и составляет 0,3%. В Подмосковье реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости, в числе которых организация временного трудоустройства для отдельных категорий граждан и общественные работы для безработных. Вакансии и самые популярные услуги Центра занятости доступны онлайн на портале «Работа в России». На сегодняшний день там размещено более 73 тысяч предложений для соискателей. В городском округе Истра построят горнолыжный комплекс. Размер инвестиций составит 150 миллионов рублей. Для любителей зимнего вида спорта из естественного склона создадут горнолыжный спуск длиной 200 метров, который оборудуют системами искусственного оснижения склонов. Также на площади более 3000 квадратных метров появится гостиничный комплекс на 30 номеров, ресторан, спа-зона с открытым бассейном и модульные дома для размещения отдыхающих. Реализация запланирована на 2024-2025 годы. Несколько сотен подмосковных ребят отправились в детский лагерь Литвинова на финальную шестую смену. Ребята проведут ближайшие две недели в безмятежной атмосфере веселых и познавательных занятий. Дети будут заниматься активными видами спорта, такими как футбол, волейбол, баскетбол, теннис и плавание. Они также смогут поучаствовать в мастер-классах по рисованию, танцам, кулинарии и робототехнике. В лагере созданы все условия для комфортного проживания детей. Уютные комнаты, оборудованные спортивные площадки, бассейн, кинозал и библиотека. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков проверил строительство двух социальных объектов на территории округа. В поселке Новоивановское завершаются работы в детском саду на 300 мест, а в Немчиновке строят школу на 550 мест. Подробнее в материале Екатерины Крамер. Строительство нового детского сада в поселке Новоивановское на финишной прямой. Сейчас на объекте завершают фасадные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и отделку помещений. На улице оборудуют детские площадки, спортивные комплексы и озеленят территорию. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков проинспектировал строительные работы и пообщался с педагогами нового учебного учреждения. «Необычный, очень красивый, очень красивый, ждем. Комплектованно. Главное, чтобы родители, чтобы было комфортно». Для ребят здесь создали все необходимые условия. Обустроили игровые и спальные помещения, музыкальные и спортивные залы, классы для творческих занятий, пищеблог, медицинский пункт, а также кабинеты логопеда и психолога. Общая площадь нового объекта составит более 4000 квадратных метров. Также парламентарий проверил строительство новой школы на 550 мест. «Здесь в Немчиновке строится большая школа, достраивается за предыдущим подрядчиком, но объект очень серьезный и важный, должен быть в ближайшем будущем сделан». Для учеников и педагогов появятся современные учебные кабинеты, лаборатории, актовые и спортивные залы, библиотека и столовая. Прилегающую территорию школы благоустроят и создадут стадион с беговыми дорожками и площадкой для воркаута. Сейчас рабочие возводят стены, устанавливают вентиляционные системы и проводят электромонтаж. Школу и детский сад строят в рамках госпрограммы Московской области строительства объектов социальной инфраструктуры. Киностудия имени Максима Горького приглашает на дни открытых дверей. Они пройдут 26 и 27 августа с 12 дня и до 10 вечера. Посетители ждут бесплатные кинопоказы и мастер-классы, демонстрация новых технологий кинопроизводства, передвижные кафе и многое другое. Для посещения откроют обновленный двор и малые студии, которые специализируются на создании цифрового контента. Что еще интересного произошло в столице, узнаем прямо сейчас. Специалисты МОЗ «Природы» создали карту обитания ежей. За последние пять лет этих животных, которые занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, заметили на 15 природных территориях столицы. Сейчас ежи уже начали готовиться к зимней спячке, усиленно питаются и подыскивают жилища на холодное время. Встретить колючих зверьков можно до октября, потом они уйдут в спячку до весны. Летний сезон фестиваля цветов и экопродуктов пройдет с 24 по 27 августа на ВДНХ. Мероприятия проведут на площади промышленности. Гостей ждет большая ярмарка, а также творческие мастер-классы, познавательные лекции, квизы и викторины. Также представят горшечные и садовые растения, семена и посадочный материал, удобрения и средства для ухода за садом. В фестивале примут участие и российские фермеры. В галереях объединения «Выставочные залы Москвы» откроются две выставки, на которых столичные художники представят свои работы. Экспозиции посвящены празднованию Дня города Москвы. Каждая из них уникальна по стилю и технике исполнения работ. Значительную часть своего творчества художники посвящают Москве. Далее в программе вы увидите. Буран отправляется в полет. Игровой комплекс в виде космического корабля построили в селе Немчиновка. Я первоклассник. В первой Одинцовской библиотеке провели мероприятие для дошкольников. Новости онлайн. О событиях в округе, которые обсуждают в социальных сетях, расскажем в нашей рубрике. Буран отправляется в полет. Игровой комплекс в виде космического корабля построили в рамках губернаторской программы в селе Немчиновка. Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с жителями открыл новый комплекс. Как это было, смотрим в следующем сюжете. Веселые хороводы, яркие клоуны и солнечное настроение. Открытие новой детской площадки – настоящий праздник для жителей села Немчиновка. Выполненная в космической тематике, она уже стала любимым местом для игр у малышей. Нравится, что сделано в виде космического корабля «Буран». То есть слушаем каждый день, что пойдем гулять на «Буран». Дети могут фантазировать, дети могут играть на ней. Очень много развивающих элементов, связанных с космической темой. И также много интересных лазилок, где дети проводят много времени. Игровой комплекс расположился на площади 450 квадратных метров во дворе дома номер 6. Благодаря активности жителей и их голосованию на портале «Добродел» объект включили в губернаторскую программу. Все вместе обсуждали эскиз, вносили коррективы. Андрей Иванов торжественно открыл площадку и поздравил всех с радостным событием. Уверен, что это будет любимое место отдыха для наших детишек и их родителей. Здесь будут яркие, позитивные впечатления, приятное, доброе общение. Стало светло, красиво, уютно. И это действительно для нас очень большое, знаковое событие. Теперь это не только место для прогулок и интересных игр, признаются малыши, но и возможность обрести новых друзей. Там много лазить, залазить на крышу и играть с детьми. Каждому гостю от мала до велика досталось сладкое летнее лакомство. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». В Госдуму внесли законопроект о стипензии для студентов-очников. Ее предлагают поднять до уровня не ниже минимального размера оплаты труда. Сегодня студентам бюджетной очной формы обучения выплачивают 1825 рублей, студентам колледжей – 664. По данным специалистов, на такую стипендию невозможно прожить, поэтому большинство совмещают учебу с работой. Это сказывается на качестве знаний. Сегодня уровень МРОД составляет 16242 рубля. О других событиях нашей страны далее. Приморье ввели карантин из-за птичьего гриппа. Его выявили в Спасском районе. Жители успокоили, личные подсобные хозяйства не попадают в 5-километровую угрожаемую зону, поэтому домашняя птица изыматься не будет. Однако фермеров просят не трогать домашних и диких птиц. Если контакт необходим, следует использовать защитную одежду, перчатки, маску, очки. После чего необходимо измерять температуру в течение недели. В Екатеринбурге проходит международный фестиваль университетского спорта. В нем участвуют студенты вузов из 36 стран БРИКС, ШОС и СНГ. Он способствует укреплению дружбы между молодежью этих государств, а также спортивных связей. Место для фестиваля выбрано не случайно. Столица Урала разделяет материк на Европу и Азию. Кроме того, это крупнейший экономический, научный и культурный центр. В России появились государственные общедомовые чаты. Проект является пилотным и запущен в ряде регионов. Программа работает на базе приложения «Госуслуги.Дом». С помощью чатов можно будет решать все вопросы жильцов. Они смогут обсуждать любые проблемы, касающиеся дома, вносить предложения, проводить опросы. По мнению специалистов, такая система позволит избежать хаоса, который сейчас существует в общедомовых чатах. В первой Одинцовской библиотеке провели мероприятие для дошкольников «Я – первоклассник». В преддверии начала учебного года детям вручили канцелярские принадлежности. В программе были игры, подарки и показ спектакля. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Для детей из многодетных семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, сотрудники Центра поддержки провели мероприятие, посвященное 1 сентября. Я – первоклассник. Он бывает в разных ипосказах. В прошлом году мы дарили детям совместно с общественной палатой Одинцовского городского округа и с депутатами Одинцовского городского округа как подарки, так и школьную форму. В этом году мы решили подарить просто хорошие наборы, которые пригодятся детям для их обучения. Подготовили тематическую программу «Спектакль» и «Интерактивные игры». В завершении всем вручили полезные подарки – карандаши, цветные ручки и тетради. Мне понравилось крепить бабочки, мне понравилось смотреть спектакль. И еще мне понравился подарок. Такие мероприятия помогают детям привить интерес к учебе, найти друзей и весело провести время вместе с родителями. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Самый масштабный в своей истории 12-й Московский урбанистический форум проходит на крупнейших площадках столицы. Посетителей ждут в парке «Зарядье», в Олимпийском комплексе «Лужники» и в Центральном выставочном зале «Манеж». Форум продлится до 10 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». Новости из социальных сетей смотрим прямо сейчас. В Минске состоялся международный футбольный матч, в котором встретились команда «Броуки» из Одинцова и клуб «Де Медиа». Игра прошла в присутствии 2000 зрителей и завершилась победа Одинцовского клуба со счетом 4-0. Новый сезон «Медиалиги» «Броуки» начнут 2 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». РЖД снова открыли продажу билетов на поезда дальнего следования за три месяца до отправления. В путешествия по России можно отправиться более чем в 80 направлениях, и их число продолжает расти. Уже можно запланировать поездки в Анапу, Адлер, Ростов, Кисловодск или в города средней полосы. Об этом сообщает телеграм-канал «Про отдых». В Одинцове продолжается реконструкция подъезда к парку Малевича в селе Ромашкове. Здесь приступили к строительству одноуровневой кольцевой развязки на Рублевском проезде длиной свыше 336 метров. Открыть движение транспорта по основному ходу планируется уже в сентябре, а завершить работы полностью во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Про округ». По мнению китайских ученых, употребление продуктов, обогащенных магнием, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Специалисты обследовали почти 6 тысяч человек в возрасте от 40 лет. Участники подробно расписывали свой рацион за последние сутки, а ученые высчитывали количество в них магния. Выяснилось, что употребление в среднем 300 мг магния снижает риск возникновения патологии. О других событиях в мире смотрим далее. В американском штате Калифорния прошел ежегодный чемпионат по серфингу для собак. На всех участников надели спасательные жилеты, а на некоторых даже очки для защиты глаз от воды. Конкурсантов оценивали по умению держаться на доске, времени и технике заплыва, а также по силе волны, которую четвероногим удалось обуздать. Всего определили 20 победителей и призеров в 7 различных категориях. Около гробницы китайского императора обнаружили останки гигантской панды и топира возрастом 2200 лет. Находка удивила археологов. Считалось, что топиры исчезли с территории Китая еще 2200 лет назад. Также обнаружили останки тигров, зеленых павлинов, золотых курносых обезьян. Эти виды все еще проживают в Китае, но некоторые из них находятся на грани исчезновения. В дикой природе малайского топира можно найти только в некоторых частях Юго-Восточной Азии, включая Малайзию и Таиланд. Ученые из Гарвардского университета определили, что самым жарким местом во Вселенной является квазар 3С273. Это ярко сияющая область вокруг сверхмассивной черной дыры, расположенной на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли. Исследование обсерватории показало, что температура ядра в этом регионе составляет около 10 триллионов кельвинов. Поскольку молекулы всасываются в черную дыру с высокой скоростью, трение, возникающее в результате столкновений между ними, приводит к повышению температуры на триллионы градусов. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая погода. Температура воздуха днем 15-17 градусов, тепла ночью около плюс 14. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%. Геомагнитное поле спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. Для вас в студии работали Елена Краева и Полина Бахова. Мы желаем вам хорошего дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова